Ага, звук уммутен. Понятно. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Участники, которые к нам уже присоединились. Вижу плюсики, звук отличный. Хорошо. Михаил, выходи на связь. Вижу и слышу тебя тоже. Отлично. Собственно, давайте... Ты меня еще не видишь? Ага, видео ты убежал. Есть картинка. Сегодня у нас урок номер 4 по нашему прекрасному курсу бизнес-процесса. Это идея для реализации задачи 4 урока. Собственно, последний урок в первой части. 11 часов, и мы начинаем. Сегодняшний вебинар также проведут, как и всегда, Иван Малышин из компании 1S Bittrex. Я заведую Академией. И Михаил Филиппов, компания Интерволга, руководитель направления внедрения Bittrex 24. Всем привет. Собственно, чек-саунд мы уже сделали, увидели кучу плюсиков. Есть информация, что Михаила чуть хуже слышно, но Михаил будет чуть-чуть поромче говорить. Да, я постараюсь сейчас. Поправим микрофон. Напомню всем, кто может быть забыли, кто присоединяет к нам первый раз, что мы будем включать периодически веб-камеру, поэтому иногда нас будет видно, иногда мы будем отключать, что будем включать информацию. Можно нас самостоятельно при этом уменьшать, полностью закрывать, как вам удобнее воспринимать информацию с экрана. Напомню, что у нас сегодня не просто вебинар, тем более для тех, кто может присоединять к нам первый раз, а целый учебный курс. И для того, чтобы с нуля научиться самостоятельно реализовывать бизнес-процесс, вам нужно всего лишь посмотреть 4 вебинара, которые мы провели, если не в записи, а не в пристальном виде учебного курса. Мы обязательно всем рассылаем информацию, ссылку на записи и, конечно же, проделать домашние задания. Они очень важны, чтобы вы на практике пробовали делать то, что вы видели на экране, даже если вам кажется, что это все понятно, стоит делать, чтобы вы сталкивались с вопросами, которые возникают только, когда что-то начинаешь сам делать. Это и есть опыт, так мы и получаемся. В идеале, по окончанию курса у вас должен получиться работающий бизнес-процесс, судя по тому, сколько нам присылает решение домашних заданий, все хорошо, все получается, и уже не один бизнес-процесс сделан. Сегодня, я уже говорил, четвертый урок из первой части, мы будем говорить про права доступа и вычисления значений. И мы планируем то так же провести вторую часть, более владеютую по ресурсам бизнес-процессов уже ближе к концу лета. Напомню про формат проведения. Мы план на лодительность, у нас полтора-два часа, от того, как пойдет, как будут у вас возникать вопросы, как долго мы сможем на них отвечать. Мы сделаем по ходу остановки, чтобы дать ответы, обязательно спрашивайте сразу по теме. Вы видите что-то, понятно, что-то непонятно, уточняйте, мы будем стараться отвечать. Что-то я отвечаю сразу текстом, что-то мы отвечаем голосом. При этом напомню, что мы, к сожалению, в формате вебинара для себя используем какие-то индивидуальные вещи, по которым сразу понять и ответить, но по материалам курса, которые мы постараемся максимально рассмотреть. По качению опять же будет домашнее задание и доступный материал. Еще раз напомню, опять больше, для тех, кто к нам привыкли соединился, где смотреть бизнес-процессы, где вы их можете использовать. Если у вас помощь на BITX24, бизнес-процессы доступны в верхних тарифах, как команда и компания. При этом для включения вы можете зарегистрировать и бесплатный аккаунт проект и включить в нем демо-режим. На 30 дней предоставляется полная функциональность. Если вы уже включали, тогда, к сожалению, еще включить не получится, можно сделать еще один демо-аккаунт, чтобы пройти обучение. Собственно, мы переходим к теме и начнем с ответов на вопросы. Передаю слово Михаилу. Даю теперь кончик. Так, принимаю. Пока Михаилу переключается, я уже вижу любимый вопрос, где можно посмотреть записи. Все записи есть, мы по окончанию обязательно делаем рассылку и также со страницы, с которой вы записывались на курс, прямые кнопочки. Патериал. И на YouTube в канале есть записи. Кажется, есть везде. Мимо не пройдете. Так, ну хорошо, давайте перейдем к вопросам. Вот, мы проанализировали вопросы, которые были на прошлом вебинаре и выбрали ряд вопросов, на которые хотим ответить и даже продемонстрировать. Был такой вопрос. Что такое служебный комментарий, чем он отличается от обычного? Я в ходе вебинара несколько раз говорил, что мы отключаем служебный комментарий. Ну и, конечно же, логичный вопрос, что же это такое. Давайте перейдем в наш бизнес-процесс. Значит, напоминаю, мы создавали бизнес-процесс в разделе «Бизнес-процессы. Процессы в ленте». Оформление договора. И последнее мы с вами создали бизнес-процесс с циклом. Мы еще там использовали перемены, константы. Вот он, наш бизнес-процесс. И на примере действия, согласования с руководителем, вот покажем, в чем суть этого служебного комментария. Так, у нас здесь есть «Показывать поле ввода комментария». Данный параметр. Мы его отключали. И давайте включим теперь. Да. Сохранить. Что это значит? Мы включили сейчас дополнительное поле, которое будет у пользователя. И он должен будет внести в него какой-то комментарий, какую-то информацию. Далее, по уходу в бизнес-процессы, эту информацию мы можем с вами использовать. Например, у нас идет дальше действие уведомления пользователя об отказе. И мы можем в самом тексте уведомления вставить наш комментарий. Например, указать «Причина отказа». Нажимаем кнопочку «Вставка значений вызова формы». Далее, выбираем здесь раздел «Дополнительные результаты». У нас есть действие согласования с руководителем, а в нем есть поле «Комментарии». И вот значение этого поля мы можем здесь вставить. Вот у нас как получилось. Теперь сохраним. Сохраним сам бизнес-процесс целиком. И просмотрим, как это будет функционировать. Перейдем в браузер Анны Деловой. Вот у нас Аня с собачкой. Сейчас загрузится страничка. И, как помните, в живой ленте у нас Анна всегда запускала бизнес-процесс. То же самое сделаем. Оформление документа. Вот здесь просто берем пример. Номер. Покороче, чтобы бухгалтер не пошел. Но остальные поля они не обязательно и заполнять пока не будем. Они нам в данном случае не нужны. Отправить. Все замечательно. Бизнес-процесс пошел. И, как вы помните, сейчас у нас должен руководитель согласовать, либо не согласовать данный договор. Переходим в браузер нашего руководителя. В живой ленте у него появляется задание. Он к нему приступает. И вот, смотрите. У нас с вами здесь появилось новое поле. Комментарий. У нас есть внизу комментарий для живой ленты, которую мы пользовались. И все у нас комментарии согласно этому использованию прикреплялись непосредственно к бизнес-процессу. Их потом можно было посмотреть. Но появилось и дополнительное поле комментариев. И здесь, например, мы можем тоже указать причину, почему не согласован. Реквизиты неправильно оформлены. И нажимает кнопочку «Не согласовано». И наша Анна получает документ на изменения. И что мы с вами видим в сообщении. В сообщении мы с вами вот здесь вот видим. Помните, мы с вами дописали комментарий. И реквизиты неправильно оформлены. То есть система автоматически подставила сюда значение из нашего поля. То есть вот таким образом вы можете вот эти служебные комментарии использовать в своем бизнес-процессе. Ну, это как один из примеров. Если вам не требуется таким образом обрабатывать информацию, то вы просто их можете отключать, так как нам этого было не нужно. Поэтому на первых вебинарах мы всегда отключали вот этот служебный комментарий. Так, ну давайте дальше к вопросам. Как осуществить поиск по сохраненным записям? Непосредственно, конечно, к бизнес-процессам не относится, но тоже покажем, чтобы все-таки у людей поменьше было неясностей и каких-то вопросов. Открываем наш процесс. Оформление договора. Вот у нас несколько было здесь обычных бизнес-процессов. Договоры как бы оформлялись. И есть у нас, например, вот внизу сам договор с компанией Яблоко. Как его можно вообще найти? С помощью фильтра, который здесь представлен. Нажимаем кнопочку «Развернуть фильтр». Выбираем, значит, нам раздел «Не нужен, нам нужно название договора». И указываете, какую компанию вы хотите найти Яблоко. Найти. Вот. Система быстро нашла нужный нам договор. Так, следующий вопрос. Как завершить несколько процессов? Ну, вообще, бизнес-процессы должны завершаться сами. То есть нарушать их работу без необходимости, конечно же, не стоит. Потому что, соответственно, документы будут тогда не обработаны. Но по какой-то причине, если нужно завершить процесс, то нужно сделать следующее. Так вот, в режиме администратора мы заходим и находим тот документ, который сейчас отправлен на обработку. Вот я пример создавал. Откроем этот документ. Ну, вот видите, здесь как раз все те пустые поля, которые я оставил незаполненными. Соответственно, такой документ обрабатывать нельзя. Чтобы остановить бизнес-процесс, заходим в закладочку «Бизнес-процессы». И вот здесь вот действие есть, команда «Остановить бизнес-процесс». Мы ее выбираем, и, соответственно, теперь бизнес-процесс у нас остановлен. Обработка документа завершилась принудительно. Следующий вопрос. Можно создавать и использовать модули часто повторяющихся процессов? Да, можно использовать. Для этого есть специальный блок действий. Про него мы не говорили, но сейчас мы тоже с вами продемонстрируем. Значит, перейдем в бизнес-процесс. Откроем его. Ну и, допустим, у нас бухгалтер выполнял действия по изменению документа. До этого был выбор бухгалтера, изменение переменных. Это все можно оформить, например, в виде одного блока и потом использовать в другом месте бизнес-процесса. Как это сделать? Значит, в разделе «Прочее» у вас есть действие, который, так и называется, блок действий. Вы его перетаскиваете. Пунктирчиком обозначаются те действия, которые будут входить в этот блок. Давайте мы его сюда перетащим. И теперь все действия бухгалтера, которые относились, мы внесем в этот блок. Путем перетаскивания. Так схватилось. И задачу тоже перенесем. Все. Замечательно. Мы сформировали блок. Теперь этот блок можно копировать и использовать в другом месте. Не по отдельности каждое действие, а все сразу. Для этого мы блок перетаскиваем в раздел «Мои действия». Отпускаем. Здесь зафиксировался этот блок. И дальше мы можем его использовать в другом каком-то месте. Например, нужно нам в другом месте расположить, перетаскиваем. Видите, целиком все действия сразу же у нас скопировались. Причем сейчас сразу же к следующему вопросу перейдем. Можно ли скопированный шаблон использовать для вставки в новый, более обширный шаблон? То есть сделали какой-то небольшой бизнес-процесс и хотите его использовать в большом бизнес-процессе? Нет, непосредственно шаблоны копировать нельзя. Вы можете выполнять экспорт и импорт шаблонов. Мы это показывали, как делается. Но когда вы импортируете шаблон, у вас старый шаблон полностью затирается. А вот с помощью блока действий вы можете действия копировать из одного шаблона в другой. Вот смотрите, мы с вами здесь создали блок действий, который можно использовать в другом шаблоне. Отменим. Нам здесь не требуется сохранять блок действий. Перейдем в бизнес-процесс, который мы создавали на втором вебинаре. И допустим, нам здесь где-то потребовалось использовать этот блок. В разделе «Мои действия» он у нас остался. Поэтому мы можем его здесь перетащить и установить в нужном месте. Все. Таким образом мы скопировали нужные действия из одного шаблона в другой шаблон. Если в блок действий вообще поместить все действия одного шаблона, то получается, что вы практически можете один шаблон копировать в другой шаблон. Ну, с помощью вот этого блока действий. То есть у вас получится большой блок действий, но он прекрасно копируется. И, пожалуйста, это используйте у себя. Так, уберем. Отмен. Так, следующий у нас вопрос. Меняются ли константы для завершенных процессов? И вот спрашивают, раньше же документ утверждал еще старый юрист. Значит, нет. Константы у нас, конечно же, не меняются. Все изменения только применяются при новом запуске бизнес-процесса. Старые бизнес-процессы, соответственно, там утверждал старый юрист. Вот. Как бы здесь, как написано старый, так и мы скажем старый юрист. И это будет, соответственно, сохранено в истории этого бизнес-процесса. Если вы поменяли константу, то только все новые запуски, соответственно, будут использовать эту константу. Следующий вопрос. Можно ли продолжить выполнение бизнес-процесса с того места после его прерывания? Нет, нельзя. Если вы прервали процесс, то, соответственно, все операции отменяются. И если вы хотите документ обработать, то придется запускать его заново. Может ли внешний пользователь запустить бизнес-процесс в ленте? Если вы имеете в виду экстернат, то в настоящий момент экстернат пока не работает с бизнес-процессами, то есть не может. Следующий вопрос. Переменные, которые мы создаем, действуют для всей системы или только для конкретного бизнес-процесса? Да, переменные и константы, которые мы создаем, они действуют именно для того бизнес-процесса, для того шаблона, который мы создаем. Можно ли где-то посмотреть информацию о количестве циклов согласования? Ну, непосредственно информацию вы посмотреть не можете. Но что можно сделать? Вы можете сделать переменную, которая будет увеличиваться при каждом согласовании на единицу. То есть такой счетчик простейший сделать. А как выполнять арифметические действия мы сегодня рассмотрим. И после сегодняшнего вебинара, я думаю, вы сможете создавать такую переменную. Ну, а потом просто выводить ее значение в том месте, где требуется. И вы тогда будете видеть, сколько циклов прошло на согласование. То есть долго там документ согласовывали? Пять раз, шесть, семь. Или быстро, в течение двух раз быстренько согласовали. Так, следующее. Как определить, что в переменной выбран пользователь, который уже уволен? Ну, смотрите, мы как раз показывали, как можно производить настройки бизнес-процесса, чтобы он у вас, в принципе, не был независим от ваших каких-то штатных изменений. То есть за счет использования переменных, например, команды, выбора руководителя, вот, стараться нужно от этого уходить. И если, в принципе, вы правильно все настроили, то такого события, в общем-то, не должно у вас быть. У вас в переменной должны быть постоянно актуальные данные. Вот. Всегда нужно еще следить за структурой, за структурой компании, потому что бизнес-процесс очень жестко опирается на структуру и использует те, как бы, должности, положения взаимные сотрудников, которые в вашей структуре заданы. Поэтому, если какие-то изменения происходят в составе вашей компании, обязательно всегда в портале это оперативно отражайте. Тогда не должно происходить каких-то сбоев в работе бизнес-процессов. Ну, а если что-то у вас пошло не так, если вы видите, что бизнес-процесс у вас не работает нужным образом, вдруг перестал делать те необходимые действия, которые я раньше делал, то, соответственно, зайдите, посмотрите в настройки бизнес-процесса. Действительно, где-то что-то могло произойти, вы не отследили какие-то изменения в своей компании, нужно будет бизнес-процесс перенастроить. Следующий вопрос. Одновременно два шаблона могут запускать при создании. Могут запускаться и два шаблона, могут запускаться три-четыре, то есть сколько вам нужно. Зачем это нужно? Следующий вопрос. Это зависит, конечно, от производственной необходимости. Допустим, у вас поступила заявка клиента, ее необходимо обработать. Соответственно, вы создадите бизнес-процесс, в котором укажете менеджеру необходимые действия, что он должен связаться с клиентом, позвонить, выяснить проблему, предложить решение ее и так далее. То есть это как бы одна сторона. Но у вас, наверное, эти заявки еще накапливаются, вы собираете статистическую информацию, какие обращения, что больше спрашивают и так далее. И этим может заниматься другой совсем человек, например, какой-то аналитик. Соответственно, можно сделать бизнес-процесс аналогичный, который будет давать задание аналитику, зафиксировать заявку, определить ее тип, накопить какую-то определенную информацию по этой заявке и так далее. Соответственно, одна заявка, но направление действия абсолютно разное. Соответственно, вы можете создать два шаблона, которые будут обеспечивать два бизнес-процесса разного вида. Далее. Если резервный пользователь сзади ничего не предпринимает, а завтра уже на месте будет руководитель, перейдет и задание к руководителю. Нет. В бизнес-процессе ответственность за задание не меняется. То есть, если бизнес-процесс назначил какого-то ответственного, то, соответственно, этот ответственный и должен свою работу доделать до конца. Недоделанную работу он передать никому не сможет. Поэтому, даже если появился руководитель, все равно ответственным останется тот сотрудник, которого определил бизнес-процесс. И последний вопрос. Зачем нужно присваивать значение перемены, если можно информацию выкинуть через дополнительные результаты? Действительно, мы показали на прошлом примере, что бухгалтера выбранного мы в переменную отправили, и потом эту переменную мы использовали. Можно же использовать и дополнительные результаты. Действительно, в нашем простом примере можно было использовать дополнительные результаты. Это вполне достаточно было. Но с переменой потом можно выполнять различные действия. И если бизнес-процесс у вас будет гораздо сложнее, то вам, возможно, будет более удобно работать с переменой. Мы в качестве демонстрации это показали, но это не говорит о том, что нужно так и делать. Вы можете делать именно так, как мы показали, и вы можете делать так, как вам более удобно. Вот это, конечно же, оставляем мы вам на ваш выбор. Так, Иван, у меня вопросы закончились. Отлично, спасибо. Тогда передавай мне картинку. Я открою сегодняшнюю тему. Сделаю первый по ней рассказ. Хорошо, передаю. Про доступ пойдет, да, у нас информация. Так, ну что же. Правление доступом. Первый блок сегодняшней новой темы. Вообще, конечно, сегодняшние темы, кажется, будут немножко посложнее того, что были ранее. Если у вас есть допинг в виде кофе, чего-то еще можно запасаться, мы постараемся, конечно, как обычно, попроще. Значит, в целом, можно говорить про управление доступом, что вы управляете как бы глобально к объектам, и все зависит от того, какие права есть у самого объекта. Доступ, учтение. В CRM могут быть одни, у списков одни, у документов другие. Но в целом они будут одинаковые по своей сути. Но конкретные значения могут быть разные. И вы управляете доступом к каждому конкретному документу. Документ имеется в виду, как мы с вами учили, не в смысле бумажному, а в смысле конкретному элементу бизнес-процесса. То есть можно давать доступ, допустим, чтобы все, кто создает заявки на оплату, видели все заявки, могли их прочитать, или могли всех изменять. А можно управлять на уровне каждый. Человек, сотрудник, создав заявку, видит только свое. И так далее. Вот в целом два таких глобальных элемента, то есть с помощью них вы и работаете. Я кратко буду показать сначала первый элемент. Он достаточно у нас прост. У меня есть мой бизнес-процесс «Попить кофе с гостями». Помните наш учебный процесс, на котором мы разбирали, как формализировать. Я его вижу в списке процессов. Я, в общем-то, администратор. Я его создал, я могу его управлять. У меня здесь уже есть разный элемент. Я много раз пытался пить кофе, создал бизнес-процессы. И у нас на закладочке «Настолько процессов» мы управляем доступом именно к этому процессу. Собственно, закладочка «Доступ». По умолчанию здесь обычно выданы права группе администраторов. То есть я могу делать все, что угодно. Но, в принципе, пользователи, которые основаны, на портале он всегда имеет здесь полные права. Какой может быть первый подход? Мы можем давать права на работу с процессами только определенной группе пользователей с порталом. Например, это процесс строго для айтишного отдела. И не более. Никакой другой отдел не должен создавать эти элементы, запускать они бизнес-процессы и так далее. Тогда у нас, собственно, есть выбор. У нас есть группы пользователей, есть просто пользователи и так далее. И нам подходят сейчас сотрудники отдела, структура компании. Да, я могу по ней выбирать, какая структура будет пользоваться именно этим по процессам. Ну, например, айтишный отдел. Все, собственно, сотрудники. Или даже все подотделы. С подотделы. Я им дам права на чтение применить. Да, здесь у меня авторизован Михаил Аближник. Он, собственно, у меня находится в айти-отделе. Да, то есть по идее теперь он должен видеть этот процесс в списке. Отлично. У него тоже появился пропить кофе с гостями. Он видит все элементы, но он не может ни добавлять, ни изменять. Потому что у него права стоят на просмотр. А если зайти под его коллегой, который находится в другом отделе, обновленный процесс, здесь все еще ничего нет. То есть мы с вами выдали доступ на работу с процессами только одной конкретной структурой. Это первая история. Вторая история – это какие, собственно, давать вообще права, чтобы можно было видеть, или чтобы можно было в том числе изменять. Опять же, есть разные уровни, но, в принципе, давайте я покажу, можно сдать права, чтобы можно было добавлять. То есть еще менять нельзя, но уже можно добавить свой и просматривать. Да, и у нас здесь у Михаила появится кнопочка «Добавить элементы». Да, дальше мы можем выдать права на изменения. Да, я вам покажу, что сейчас у нас прав нет. Мы можем только просматривать элементы, мы не можем их менять, что-то здесь носить или сохранять. Да, если добавить прав на изменения и сохранить, то теперь такая возможность появится. Я могу менять, сохранять и так далее. И можно выдать даже полные поправа, при которых я могу не просто менять элементы, управлять самим списком. Да, у меня будет возможность сохранить бизнес-процессы, менять их, настраивать процессы, спать разделы, ну и так далее. Вот это один уровень мира. И давайте я добавлю какой-нибудь тестовый элемент. Сохраним. И покажу тот, что на самом деле я могу сделать возможность добавления всем сотрудникам, а вот изменять в дальнейшем, да и в целом видеть только автор. Таким образом мы реализуем тоже очень частую историю про то, что пользователи будут видеть только свои. Это те элементы процесса, документы, которые создавал я. Вижу только я. Вот, собственно, основная история. И на самом деле упрощенного поправления программы можно свести примерно к этим. Мы с вами настраиваем извине, да, кто вообще видит, кто может использовать. Дальше мы в самом бизнес-процессе будем рулить и выдавать более глубокие права зависимости от кейса. Кто-то должен в процессе изменить, кто-то только просмотреть. После того, как бизнес-процесс завершен, может быть история быть разная. У вас компания может быть так, что нельзя изменять, или сам процесс это подразумевает. Во-первых, после согласования договора, когда он всем не должен уже соходить и вносить изменения. Но можно оставить кому-то такие права, как кому-то ответственному человеку, которому, в принципе, такая возможность может появиться маленький угол в ситуации. Да, и просмотр, и работают только со своими элементами. И комбинация вот этих вот настроек, собственно, позволяет врезать достаточно широкие задачи. Ну и, собственно, самое понятное будет по примеру. Михаил, я переключаю слайд, и вообще-то передаю тебе слово. Презентуешь, какие мы посмотрим кейсы? Да, хорошо, передавай. Как наша аудитория, вы там не заскучали? Вы нас хорошо слышите, видите? Плюсики, отлично. А вот и на связи. Хорошо, Иван, я переключился, видно? Да, есть твой экран. Хорошо, ну, перейдем в наш процесс в ленте оформления договора. Откроем бизнес-процессы, ну и будем работать с нашим бизнес-процессом, который мы создали на прошлом вебинаре. Вот он у нас бизнес-процесс. Но прежде чем перейти к правам доступа внутри бизнес-процесса, мы сначала настроим общие права доступа к процессу. Делается это, выбираем, в данном случае это закладочка договора, или у вас будут элементы, настройки процесса, закладка доступ. Вот, в настоящий момент стоит полный доступ, практически тут для всех. Вот, для демонстрации это, конечно же, хорошо, чтобы не было никаких проблем, вот, но для реальной работы, конечно же, такой доступ не подойдет. Так, как сказал Иван, нам что нужно сделать? Нам нужно сделать, чтобы сотрудники видели только свои документы, которые они обрабатывают. Чужие там могут содержать какую-то коммерческую информацию, и нежелательно, чтобы они, соответственно, видели. Поэтому здесь мы добавляем, ну, давайте сначала с администраторов начнем. Администраторам все-таки оставим полный доступ. А всем посетителям назначим добавление. Доступ добавления, это как раз означает, что сотрудник может создавать свои документы, и, соответственно, будет иметь именно доступ потом только к этим документам. Чужие он видеть не будет. Сохраняем. И теперь перейдем непосредственно в сам бизнес-процесс. У нас есть действие в разделе «Прочие установка прав». И вот этим действием мы сейчас с вами и воспользуемся. В самом начале, после того, как у нас был выбран руководитель, нужно дать ему права, чтобы он этот документ, который мы ему отправляем на согласование, мог посмотреть, мог даже внести какие-то туда изменения. Он же руководитель должен иметь соответствующие права. Поэтому нажимаем «Параметры» и назначаем ему соответствующие права. Так, это у нас будет право на операцию изменения. Руководитель должен иметь это право. Ну и, соответственно, и автор, раз он этот документ создавал, он потом может его тоже как-то менять в ходе работы. Поэтому нажимаем здесь «Вставка значения». Указываем, что у нас автор будет иметь право на изменения. И нам нужно еще в дополнительных результатах в команде «Выбор руководителя» выбранный сотрудник выбрать. Таким образом, сейчас мы назначили права на изменения и автору, и руководителю. Ставим опцию «Перезаписать эти права». И они должны распространяться на все права документов. Сохраняем. Так, руководителю мы с вами определили ему права, руководителю, автору тоже. Идем дальше. После цикла согласования, когда они могут достаточно долго договор менять, исправлять, если он будет по сумме больше, чем 15 тысяч, то он идет на изменения бухгалтеру. Соответственно, мы должны теперь дать права бухгалтеру, чтобы он мог менять этот договор, внести в него дополнительные условия. Выбираем действие «Установка прав» и размещаем его под переменной. Потому что мы выбранного бухгалтера, если вы помните, у нас была возможность выбрать из троих сотрудников того, кто в данный момент как-то более свободен. Ну, точнее, они сами определяют, кто из них более свободен. Например, в офисе находится. И это мы использовали через команду «Выбор свободного бухгалтера» сделали, переменную потом внесли. Того бухгалтера, которого выбрали. И, соответственно, теперь здесь мы можем уже настраивать права. Аналогично. Значит, право на операцию изменения имеют. Многоточие нажимаем. Так как у нас бухгалтер занесен в переменную, то мы выбираем раздел «Переменные» и выбираем нашего бухгалтера, который ответственный за договор. Все. Мы назначили бухгалтера. То же самое. Права перезаписать необходимо. И они должны распространяться на все права документов. Теперь, после того, как бухгалтер внес у нас дополнительные условия, документ переходит к юристу. Юрист у нас только принимает решение, согласованно, не согласованно. Поэтому изменять ему нет необходимости. И мы ему настроим права доступа. Вот можно прямо перед почтовым сообщением сделать это. Что юрист будет иметь право на операцию только чтения. Нажимаем вставку значения. Если помните, юрист у нас записан в константе. Соответственно, выбираем раздел «Константы». Юрист. Вставить. Задали мы юриста. Ну и традиционно здесь уже перезаписать все права документов. Сохранили. Так. Ну и в конце, когда уже согласован у нас договор полностью, то, соответственно, его уже, как правило, не должны менять. То есть не должен и автор менять, вносить какие-то изменения. Не должен бухгалтер менять уже, раз договор согласован. Поэтому последним мы сделаем действие. В самом конце бизнес-процесса установка прав и настроим следующим образом. Право на операцию, чтение. Кто будет иметь у нас? У нас должен иметь автор. У нас должен иметь бухгалтер. Переменных его выбираем. Ну, можно еще продублируйте юрист. Чтобы точно здесь просто видите, что все сотрудники, которые необходимы, имеют право на чтение. И право на операцию изменения у нас с вами должен иметь только руководитель. То есть все-таки должен остаться кто-то из сотрудников, кто при необходимости произведет какие-то изменения с договором. Поэтому здесь выбираем. И через дополнительные результаты мы нашего руководителя сюда вставляем. Так, перезаписать все права документов. Сохранить. Так, ну, давайте вначале еще посмотрим. Правильно, мы в самом начале задали права установка прав на изменения. Все правильно. А в конце у нас на чтение. Все. После того, как мы по ходу работы бизнес-процесса назначили права, сохраняем бизнес-процесс. Ну и давайте протестируем наши изменения. Перейдем в браузер Анны Деловой. И в Живой Ленте, как она обычно делала, через процессы запустим договор на оформление. Так, ну, с произвольной компанией вектор. Номер договора. Давайте, чтобы он отличался у нас от других. Сумма договора пусть будет больше, чем 15 тысяч, чтобы ушел бухгалтер на согласование. Но остальные поля нам пока заполнять не требуется. Так, мы видим, что наш бизнес-процесс ушел Виктору на согласование. Перейдем в браузер Виктора. У него появилось новое задание. Соответственно, он может приступить к нему и подробнее обратиться к самому документу. Вот, перейти к документу. Открываем его. Так, и видим, что здесь у нас есть кнопочка «Сохранить». То есть у нашего руководителя есть право внести какие-то изменения. Давайте увеличим сумму договора. Так, возвращаемся в задание. Ну, быстренько, чтобы пройти этот бизнес-процесс, выберем «Согласованно». Вот, уходит у нас документ «Бухгалтерия». И, соответственно, один из свободных бухгалтеров должен сейчас принять его на согласование. Вот появляется у всех сообщение. Здесь по ссылочке «Оформление договора» мы можем попытаться сразу перейти к документу. Но что мы видим? Что у нас нет прав доступа к этому документу. То есть пока что наш бухгалтер не может просматривать этот документ. Но после того, как он взял на изменения, в нашем бизнес-процессе ему будут предоставлены права. И, соответственно, теперь мы можем перейти к этому документу. И вот видеть, что Ольга, наш бухгалтер, тоже теперь может вносить какие-то изменения в этот договор. Она может открыть файл при необходимости, внести в него изменения, опять сюда новый файл прикрепить. То есть у нее есть все права. После того, как она выполнит эти действия, она свою задачу завершит. И наш договор переходит к юристу. Это Максим Подгорный. Вот переключились в его браузер. В живой ленте Максим видит, что пришел договор на согласование. Соответственно, он может подробнее здесь открыть окошечко этого задания. И перейти к документу. Значит, что мы здесь видим? Что у него есть только кнопка «Отменить». То есть закрыть как бы это окно. Какие бы здесь он изменения не делал, они не сохранятся. То есть, что бы он здесь не менял, сохранить он не может. То есть у него право доступа только на чтение. Так, закроем. Ну, юрист посмотрел, ознакомился с договором, нажал кнопочку «Согласовано». Так, замечательно. Теперь у нас документ, согласно нашему алгоритму, возвращается к Ане. Переключаемся в ее браузер. Вот ее картиночка. Соответственно, у ней появляется задача подписать договор и отправить нашему клиенту. И она его завершает. Завершает эту задачу. Ну и сообщение в живой ленте нам должно показать, что бизнес-процесс завершен. Да, действительно, он завершен. Теперь, что у нас получилось в результате всех этих действий? Так, процессы в ленте. Оформление договора. Вот у нас Анна Делова видит свой договор, который она отправляла на согласование. И вот здесь, если нажать кнопку «Действие», то она видит, что она этот договор может только теперь просматривать. То есть, после всех изменений, после всех согласований мы ей назначили право только на чтение. То есть, просмотр документа. Изменять она теперь уже его не может, так как этот договор согласован со всеми инстанциями. Прошел полностью круг согласования. Ну, давайте еще. Кто у нас был? Бухгалтер. Бухгалтер тоже у нас изменял документ. Так, процессы в ленте. Оформление договора. И бухгалтер тоже, как вы видите, здесь, если нажать кнопочку «Действие», имеет право только на просмотр этого документа. Когда было необходимо, мы ей назначили права доступа на изменения. Она внесла эти изменения, дополнительные условия договора по предоплате, как мы говорили раньше. А по завершению бизнес-процесса она уже не должна вносить в него изменения, потому что наш договор полностью со всеми согласован. Ну, вот таким образом, в принципе, мы получили систему назначения прав доступа в ходе обработки документов. Так, ну, от себя я просто еще могу добавить, что, в общем-то, это процедура достаточно сложная и многогранная, потому что, вот как говорил Иван, здесь у нас три уровня доступа есть. Доступ непосредственно к процессу, доступ к самому бизнес-процессу и доступ к элементу. Вот. Вот этот вот тройной уровень, он дает высокую гибкость настроек прав. Это очень удобно. Но, с другой стороны, достаточно сложно производить эту настройку. Поэтому, ну, если у вас с первого раза не получилось, попытайтесь еще раз, поэкспериментируйте с различными правами доступа, я думаю, что после определенной практики у вас все получится. Так, Иван, ну, я показал свою часть. Да, собственно, я следил за вопросами по ходу, так, чтобы на что-то быть готовым ответить сразу, я прямо сейчас вряд ли. То, что было простое, я вообще-то сразу поотвечал текст. Собственно, часто встречается мнение, что сложно разбираться, много разных уровней, там, явно, в виде не описано, как это работает. На самом деле, действительно, тема непростая, поэтому мы постарались подобрать сейчас вам самые частые кейсы, то, что реально в жизни потребуется, показая, что это, на самом деле, несложно реализовать. Остальные комбинации, ну, наверное, нужны реже. Или можно смотреть, или можно изменять, или мы смотрим, либо изменяем свои элементы. В общем-то, все. Мы показали, как дать изначально права, да, чтобы человек мог видеть, создавать, и показали, как работать с ними внутри процесса. На самом деле, это основная практика. И по-хорошему, вам нужно потренироваться и поделать. На самом деле, у нас тоже там хватит достаточно количественного времени, пока научились делать правильно. Поэтому здесь такой опыт, практика, попробуйте, разные комбинации по действиям, на сроке права доступа разной опции, они по-разному комбинируются с теми права, которые будут даны изначально, с теми права, которые вы уже меняли. Поэтому экспериментируйте и пробуйте. Я тогда, Миша, отдай, пожалуйста, мне экранчик, презентацию. Собственно, еще раз на слайде те кейсы, которые мы показали, только к своим, тому менеджеру, который делал зарядки, увидит только свои договора. Те, кто в процессе могут изменять, мы по ходу им выдали собственные права на изменения. Те, кто не должны менять, могут только видеть, мы выдали права на просмотр. И по итогу, чтобы мы были уверены, что после того, как все согласовали, никто никакие изменения не внесет, мы забрали по права у всех. Получается, тот, кто создавал, видит свой слой. Те, кто согласовали, меняли, могут только теперь посмотреть. Да, и у нас получить на согласование договор мог разный бухгалтер. Вот тот, кто одобрял, вот тот его и будет видеть опять же. И после разрешения процесса только руководитель может все изменять, мы умышленно оставили такие права, чтобы на всякий случай ответить на лицо, если это могло какие-то изменения внести, если компании-то в принципе потребуются. И надо этого удобно, чтобы не перезапускать бизнес-процесс и не делать много. Если вдруг непонятно, собственно, я надеюсь, вы сможете посмотреть и еще раз с нами здесь попробовать. Собственно, вопрос, я уже, как я сказал, по ходу сейчас ничего не речу, что смог, поотвечал сразу в комментариях. Перейдем к теме более сложной. Мне так кажется, может быть, собственно, аудитории так и не покажется. Михаил, как тебе? Как тебе? Какая тема сложнее? Вычисление или настолько прав? А я тебя не слышу? Переходи к нам со звуком. Так, а сейчас? Как тебе тема? Какая более сложная? Хорошо. Ну, на мой взгляд, две темы, обе темы очень сложные. И нашим слушателям, конечно, нужно будет хорошенько позаниматься, чтобы освоить и выражение, и настройку прав доступа. Но я думаю, что если с первого раза не получится, конечно же, пусть посмотрят несколько раз наши вебинары, повторят. В общем-то, мы показали как раз по настройке прав доступа реальный кейс, который работает. Мы продемонстрировали его. И если они просто будут даже повторять те операции, которые мы с вами выполняли, то я думаю, что все должно получиться, и вы сможете у себя на работе в компании, в организации создавать бизнес-процессы с определенными необходимыми правами доступа. Ну, супер, хорошо. Я надеюсь, мы здесь уже точно сказали. Перейдем к вычислению значений. Здесь много возможностей, и многие из них достаточно могут показаться непростыми при первом изучении. Во-первых, мы уже много рассматривали возможности вставки через форму. параметры, константы, поля и так далее можно вставлять очень много чего. Но это не все возможности. У нас есть возможность и вручную вносить в поле какие-либо действия. Там можно даже писать операции. И мы сейчас разберем их по группам. Мы их немножко распределили, чтобы было проще понимать все возможности, и посмотрим на пример. И прежде чем их показывать, я хочу показать небольшую возможность. Она явно в виде еще не представлена. Возможно, когда вы работали с системой, вы уже с ней ознакомились, если нажать равно в поле в запуске значений появится такая формочка. эта бета-версия, она еще официально не представлена, может работать не до конца правильно, но уже можно ее использовать. Она немного более функциональна, чем та форма, которая сейчас появляется по кнопочке. Здесь у нас есть интересовые переменные, доступ к документу, доп. результаты, ну и ряд системных возможностей и функций, которые будем сегодня с вами смотреть. Собственно, где узнать все возможности? Я еще раз делаю отсылку, мы уже говорили, у нас есть целый учебный курс бизнес-процессы. Чем он полезен? В нем много информации по бизнес-процессам, в принципе, есть достаточно подробное описание всех этих возможностей, которые мы будем сегодня показывать. Мы, конечно же, все не посмотрим, пройдемся коротко, многие из них не так просты, чтобы понять с первого раза, но есть хорошая документация по ним. У меня здесь на слайде есть прямая ссылочка, и в принципе вы можете перейти на сайт или в 324, в следующем разделе перейти к курсу или на нашем сайте для разработчиков. Материал, ссылка будет доступна после вебинара, если вы захотите чуть более поподробно. Мы сегодня будем часто обращаться к учебному курсу в процессе веб-вебинара, демонстрируя вам пример. Собственно, переходя к тем элементам, которые вам доступны. Первое, это системный параметр. То есть есть ряд таких специальных переменных, если так можно сказать, которые можно написать самому вручную. Так, поподставить. Параметры, пересисленные на слайде, они есть в документациях. Я отмечу здесь пока только один. System.na, текущая дата со временем. На сервере удобная штука, мы будем ее использовать дальше. Есть еще System.na.o.co, текущая дата со временем у клиентов. Не IT-специалисты. Здесь можно не пугаться, это просто формат записи. Скобочка такая фигурная, равно, некоторое наименование, состоит из двух частей System, этого чиннала, и закрывающая скобочка. Так, в общем-то, описана переменная, которая здесь из двух частей, и так далее. Это просто форма записи, и можно с документацией копировать, как есть, вставлять, и она будет, собственно, работать. Следующий элемент, который возможен, это построение ссылок. И, собственно, это тот пример, который мы вам сейчас продемонстрировали. В принципе, вы можете получить ссылку на все те объекты, которые вы используете в течение бизнес-процесса, и сделать более удобный переход пользователей к ним. Вот, здесь я передам Солом Михаил и Михаил нам продемонстрирует. Так. Поехали. Есть изображение? Так, какая картинка есть? Хорошо. Все видно, да? Ну, пока видно белый хан. Там у тебя процесс, отлично. Ну, давай. Подождем, пока переключится. Так. Переключилось? Да, да, сейчас хорошо. Все видно, да? Да. Хорошо. Для демонстрации использования выражений мы с вами будем использовать упрощенный бизнес-процесс. Мы с вами сейчас на текущем этапе уже создали довольно-таки такой сложный бизнес-процесс с циклами, с переменами, с константами, с настройками прав доступа. Поэтому использовать его для пояснений достаточно уже проблематично становится. Он длинный, нужно показывать каждый раз, как он выполняется. Поэтому я создал такой вот короткий бизнес-процесс, который будет состоять у нас всего-навсего из двух действий. Это уведомление сотрудника, непосредственно автора, который создает документ, и задача, которая будет поставлена тоже автору. И вот на примере этих двух действий мы с вами рассмотрим работу с выражением. Значит, первое, нам нужно создать ссылку на документ, который будет обрабатываться бизнес-процессом. Как это сделать? Давайте создадим дубликат нашего окна и перейдем в сам процесс к документам. Договоры. Так, у нас сейчас пока здесь в нашем простом процессе нет ничего. Создадим самый первый простой договор с обязательными полями. и откроем его. Значит, для чего? Когда мы откроем договор, то в строке адреса будет указан доступ адрес именно этого договора. И этот адрес мы с вами можем использовать. Выделим и скопируем его. Перейдем в окно нашего шаблона, откроем уведомление сотрудника и в тексте вставим ссылочку на наш договор. После вопросительного знака нам параметр не нужен, поэтому мы просто это отбросили часть. И 444 это номер непосредственно документа, который у нас используется. Но нам нужно, чтобы вместо этого документа каждый раз подставлялся не 444 документ, а тот документ, который будет запущен на обработку. То есть здесь, по сути, нам нужно использовать переменную с ID данного документа. Значит, как мы ее можем использовать? Перейдем в учебный курс. И здесь вычисление значений. Вот есть страничка. документ. Ну, нам нужно использовать документ ID. документ ID. Ага, ну, вот, можно вот это взять за образец. Скопируем отсюда. Вставим значение переменной, но только здесь нам нужно использовать документ ID. Все замечательно. И, соответственно, этот же текст мы скопируем и в задачу. в описании задачи. Таким образом, мы теперь сможем из задачи непосредственно переходить к документу. Сохраним бизнес-процесс. Ну, и тут же его и запустим. Так, перейдем в договоры. Добавить элемент можно отсюда прям. пример. Сумма произвольная абсолютно. Остальные поля закополнять не нужно. Нажимаем сохранить. Бизнес-процесс запустился. И что мы видим? Что у нас, вот давайте отдельно откроем, в уведомлении имеется ссылочка на наш документ. Щелкаем и сразу переходим к нашему документу. То есть достаточно удобно получается. В задаче то же самое у нас аналогично. Так, задача. Вот она у нас. Просмотр договора. И, соответственно, щелкаем на ссылочку и переходим к нашему документу. Вот таким образом вы можете создавать ссылки на нужные объекты и, соответственно, из уведомления, из задания, из задачи быстро ваш пользователь сможет переходить и просматривать необходимые объекты. Но так, задачи закроем, чтобы они не мешались нам. Это получаем мы ссылку. Это достаточно некрасиво, да, такая длинная ссылка с полным указанием URL и так далее. А как сделать ссылку в виде текста? Давайте с вами освоим и этот прием. так. Перейдем опять процессы в ленте. Откроем наш бизнес процесс. Краткий. И воспользуемся опять нашим учебным курсом. на страничке примеры работы с выражениями. У нас есть образец как использовать ссылку в виде текста. Вот она. Вот сейчас мы ее с вами скопируем. Перейдем в наш бизнес процесс и сделаем ссылку в виде текста. Вставим ее. Ну и теперь разложим на несколько составляющих частей. Значит URL у нас должен остаться. Дальше после равно идет адрес. и потом название ссылки. Значит название ссылки давайте сразу укажем. Просмотр документа. Пусть будет так текст у нас. А адрес возьмем из первого примера. Выделим. Скопируем. в образце адрес уберем. Ставим нужный. Ну и теперь нужно всю эту комбинацию собрать в единую строчку. То есть удалить лишние пробелы. Чтобы у нас получилась запись целиком. url равно указывается адрес. Адрес заканчивается на переменную номер документа. Далее у нас идет скобочка закрывается. просмотр документа и тег url опять закрывается. Если мы здесь лишних пробелов не поставили случайным образом, то все должно у нас работать как требуется. Сохраняем. Ну и в задаче аналогично сделаем, чтобы пользователь из задачи тоже мог переходить к документу. вставили, сохраняем. Ну и теперь протестируем. Здесь же прям перейдем в договоры. Не будем использовать живую ленту. Так побыстрее будет добавить элемент. Допустим это будет второй элемент. Сумма тут абсолютно произвольная может быть. И сохранить нажимаем. так и что мы видим значит старую уберем чтобы они не мешались уведомлениям. Мы видим что в уведомлении у нас появилась ссылочка на документ. То есть мы можем щелкнуть теперь просмотр документа и сразу перейти к нашему документу ознакомиться с ним. Ну и аналогично в задаче оформить договор наша задача появилась. И что мы видим у нас есть здесь тоже ссылочка просмотр документа вот она. теперь из задачи мы быстро можем перейти к нашему документу по вот такой красивой ссылке. Очень удобно я думаю поэтому пользуйтесь такими способами. Самый простой конечно же вставить просто адрес URL с указанием переменной. Более такой сложный вариант это использовать ссылку в виде текста. Так и давайте я переключусь на презентацию Иван я думаю ты прям по моему слайду наверное расскажешь про вычисления. Да собственно следующий блок это вычисления то есть фактически как мы в школе считали формулы различные вся остальная история здесь доступна IT специалистам так совсем понятно не IT специалистам мы представим что это просто математика первым можно строчки объединить то есть если у нас есть ряд отдельных слов их можно объединить в одно чтобы получил что-то более красивое и удобное для восприятия дальше арифметика помножить сложить делить все можно делать и можно использовать логику это тоже ближе к IT специфике сравнить что-то равно или больше или меньше логические операторы or and и так далее видите здесь есть целый пример я скопировал с документацией вы тоже можете там найти проверка корректности времени вот какое выражение даже написано целое программирование это если будет нужно мы сейчас покажем парочку простых пример как можно использовать вычисления по операциям строчкам и по арифметике так ну что ж давайте перейдем опять сейчас презентуем что будем делать мы продемонстрируем как если у вас в процессе используются разные поля для указания фамилии имя отчества клиенты иногда это очень удобно хранить их в отдельных полях как-то автоматизировано использовать но не стало удобно их так их смотреть но пока же можно строчку в одну и красиво написать второе это как автоматом что-то вычислить например можно прочитать индекс или что-то еще здесь просто пример вычисления так переключаем переключаемся в портал так и теперь покажем настройки процесса что мы сделали как подготовили поля значит мы дополнительно ввели поля НДС это числовое поле вот оно и общая сумма то есть как бы исходной суммы договора мы начисляем НДС и получаем итоговую сумму это в качестве примера мы использовали поэтому не надо пытаться думать что это так и должно быть это просто как один из наглядных примеров далее мы ввели поля фамилия имя отчество клиента и потом мы будем заполнять поле полное имя клиента на основе этих трех позиций вот причем как мы настроили поля значит полное имя клиента у нас изначально не отображается вот мы здесь галочку убрали показывать форме добавления чтобы оно не мешалось то есть его сотрудник изначально не увидит и то же самое у нас с вами с полями НДС и общая сумма то есть при добавлении чтобы это не смущало нашего сотрудника мы это отключили ну и теперь перейдем в бизнес процесс и произведем вот эти вот действия для того чтобы производить какие-то операции с полями или арифметические действия необходимо использовать действие изменения документа и давайте прям самым первым его установим вызовем его параметры и что мы укажем в первом случае мы должны будем заполнить поле полное имя клиента данными из трех других полей делается все достаточно просто значит нажимаем кнопку вставка значений вызова окна вот и выбираем нужные поля значит первое это фамилия клиента вставляем потом пробельчик делаем потому что между фамилией и имя должен быть потом пробел имя выбираем аналогично опять пробел опять вызов в поле окна вставка значения и отчество выбираем вставить все таким образом наше поле полное имя клиента должно быть заполнено информацией из трех других полей теперь арифметическое действие делаем добавить условия и мы должны будем рассчитать поле НДС выбрали его указали как его рассчитываем мы должны ну здесь вот уже Иван показал можно сразу нажать равно выбрать поле сумма договора и далее эту сумму умножим звездочка на 18% ну или 0.18 но обращаю ваше внимание когда формулу записали проверьте в начале формулы должен стоять знак равно то есть это идентификатор формулы чтобы система понимала что нужно выполнять расчет расчет сохраняем ну и следующим действием мы с вами к исходной сумме договора прибавим НДС и получим итоговую сумму опять выбираем действие изменения документа указываем что нужно изменить поле общая сумма договора значит на основе чего мы здесь равно нажимаем выбираем у нас теперь сумма НДС подсчитана то есть мы берем это поле суммы НДС плюс исходная сумма сумма договора опять проверяем чтобы в начале равно стояло и нажимаем сохранить сохраняем бизнес процесс ну и сейчас мы протестируем наше изменение добавить элемент название договора например выражение использование например так номер договора неважно сумма давайте возьмем 10 тысяч так ну и заполним поля фамилия имя отчества клиента там Петров даже есть уже Иван Михайлович так все сохраняем запустился бизнес процесс выполнены необходимые действия задача была поставлена так давайте их сразу закроем и перейдем в просмотр нашего документа значит пример использования выражения пробел пропустил так значит смотрите у нас с вами была сумма 10 тысяч вот у нас система посчитала НДС 1800 потом наша система сложила 10 тысяч и 1800 получилось 11800 и указала полное имя клиента Петров Иван Михайлович то есть все наши действия были выполнены системой и она произвела расчет и необходимое поле заполнило на основе имеющихся данных вот конечно же это один из самых простых примеров вы можете конечно производить и более сложные расчеты но я думаю сама суть выполнения этих действий теперь для вас будет более понятна так Иван давай дальше продолжим и перейдем к функции да еще один целый раздел хоть он представлен не таким большим количеством возможностей это ряд функций которые можно вызвать но они очень интересны вам и в первую очередь это именно работа с датами то есть мы можем складывать даты а что самое интересное мы можем поработать именно с рабочими датами есть отличная функция и там целый ряд Adwork Days которые позволяют взять текущий это еще будет отдельная функция мы вам показывали в начале она берет некоторый день текущий будет вызван и добавляет любое количество чего-то и недель секунд минут и так далее именно так мы с вами научимся ставить задачи на какой-то конкретный срок исполнения еще ряд других ну больше тоже таких больше понятно айтишнику рейтвал собсты мэдж приведение к целому получение по строке объединение если это массивы и так далее такие штуки можно даже прям там делать если интересно можно документация посмотреть мы покажем простой пример но очень полезный так да и мы покажем как в задаче указывать крайний срок ну и в принципе покажем как определять начало текущей даты постановки задачи так перейдем на наш бизнес процесс откроем его вот и у нас была с вами задача в которой мы с вами еще пока не заполняли поля начала задачи например крайний срок то есть крайний срок это дедлайн после которого задача в списке станет красной и на нее соответственно и сотрудник обратит внимание и руководитель тоже обратит внимание как мы здесь сделаем значит здесь нам необходимо будет в начало поставить переменную системнау вот которая определяет текущую дату и время то есть в тот момент когда задача согласно бизнес процессу поступит нашему сотруднику начало будет проставлено автоматически ну и теперь мы должны задать крайний срок крайний срок вот ну здесь проще опять будет обратиться к документации поэтому перейдем в окошке нашего учебного курса так это у нас страничка вот страничка вычисления значений выражений в параметрах действий и здесь мы сейчас подберем подходящий пример ну давайте используем вот этот чтобы долго не искать date add то есть добавить нужное количество дней скопируем перейдем в наш шаблон вставим и отредактируем значит давайте мы будем задавать 4 дня на выполнение задачи то есть указываем здесь 4d вообще количество прибавляемого времени можно измерять в секундах в часах минутах днях месяцах в учебном курсе вы можете посмотреть соответственно что здесь нужно будет вместо символа d подставить другой символ и чтобы наша система прибавляла дни к той дате когда была поставлена задача то внутри этой функции точнее выражения мы поставим переменную тоже system now то есть будет у нас date add добавить 4 дня к текущей дате приблизительно суть такая чтобы потом может быть поподробнее разобраться в учебном курсе можете посмотреть примеры там приведены и если вдруг что-то сейчас пока непонятно в нашем объяснении то еще разочек можно будет там посмотреть вот ну я старался как бы наглядно показать как можно взять это выражение из учебного курса перенести в наш бизнес процесс и потом его перенастроить соответствующим образом так пока что все нажимаем кнопочку сохранить так сохраняем сам бизнес процесс перейдем в список наших договоров добавим элемент здесь нам пока все это не требуется сумму тоже любая так фамилии имя отчества задавать не будем нам главное теперь просто поставить задачу сохранить нажимаем сообщения соответствующие пошли и поставлена задача и что мы видим значит откроем ее значит у нас старт задачи произошел именно в текущий момент и вот она поставлена тоже отображается вот а крайний срок у нас стоит на 11 июня то есть через 4 дня то есть таким образом мы сразу можем задавать и крайний срок выполнения нашей задачи но как говорил Иван если мы с вами сейчас откроем календарик и посмотрим то получается 11 число это у нас с вами суббота то есть человек должен закончить работу по данной задаче в субботу соответственно это как бы невозможно если суббота выходной поэтому как можно еще поступить в нашем случае так давайте завершим эту задачу и перейдем к нашим процессам процесса в ленте оформление договора бизнес процесс откроем бизнес процесс и откроем задачу значит мы здесь просто использовали команду добавления 4 дня а теперь мы воспользуемся командой добавить 4 рабочих дня перейдем к учебному курсу так посмотрим здесь примеры подходящие ну давайте опять использовать вот здесь вот этот пример добавить рабочие дни переключимся наш браузер давайте вот и вставим нашу функцию так 4 дня мы указывали так и будем использовать все-таки переменную system now то есть отредактируем наш пример добавить 4 рабочих дня сохраним сохраним бизнес процесс и протестируем откроем договор добавить элемент пусть это будет 6 договор сумма произвольная остальные поля нам здесь не требуется так как у нас сейчас задача посмотреть как работает задача поставленная в бизнес процессе открываем и что мы видим мы видим что крайний срок стоит на 13 июня то есть если мы с вами подкроем календарик то мы увидим что 13 это уже наш рабочий день но если вы знаете то 12 число это праздник соответственно если произвести настройку портала то у нас будет перенос даже не на 13 а на 14 потому что праздник 12 переносится на 13 13 получается выходной день поэтому что необходимо так в портале сейчас давайте в портале сразу покажем чтобы потом вопросов не было в настройке вот у вас здесь указаны выходные и праздничные дни в году и соответственно вы сюда должны будете добавить 13 июня то есть 12 июня стоит но оно попадает на выходной соответственно будет перенос выходного дня и сюда необходимо нужно будет добавить 13 июня 13 июня и соответственно наша система будет работать и перенесет именно на следующий рабочий день я уже думаю это вы сами продемонстрируете не будем тратить время просто показали что в настройках портала нужно будет произвести дополнительные настройки праздничных и выходных дней да я хочу дополнить что был такой вопрос в фоне а где можно настраивать вот мы заодно походу и сразу показали где можно настраивать ну что иван теперь к модификаторам перейдем да и если последний блок по возможностям это модификатор еще более как мне кажется айтишная тема которая в общем-то связана с преобразованием типов как бы на пальцах это объяснить мы говорили вам про тип когда мы разбирали что такое переменные и константы что каждый из них при создании указывает что оно есть число или строчка или это может список чего-то флаг да нет и так далее и иногда у вас в системе какая-то строчка вам нужно попробовать использовать ее как число где-то считать или наоборот число как строчку ну и так далее и есть возможность таких преобразований типов для этого используются такие модификаторы как бу, д, дата, дата, даб, это то во что мы хотим перевести и есть два очень простых модификатора которые опять же можно использовать опять же не будучи программистом а специалистом и понятно их применять это printable и friendly когда у нас значение может быть странно хранится в системе например пользователь система хранится с помощью модификаторов и прочей истории а printable модификатор позволяет представить в текстовом виде и именно для пользователя еще очень придуман специальный модификатор friendly который еще более делает удобов здесь на слайде есть пример что create2 это такая переменная внутренний документ она хранит в себе значение юзер нижняя черта 1 поэтому с этим не очень удобно если вы будете такой пытаться сохранять в поле а если использовать printable то это уже будет полная такая переменная почта иван малыш тоже на самом деле выглядит не так понятно если это какой-то поле документ а вот printable уже нам сделает просто иван малыш и это уже будет более ясно friendly сделает еще лучше она убьет все параметры оставит просто имя фамилия это специально для пользователей в принципе можно попробовать переводить другие вещи например здесь на слайде переведен поле active это вообще-то тип bull да нет значение логической системы хранится как yes no и если попробовать перевести ее в число примените модификатор it то будет заводиться как единичка вот такой вот кейс но опять же покажу простой пример который можно использовать в жизни кому интересно можете посмотреть какие примеры используют на такая огромная табличка преобразования типов так ну и какой кейс мы сейчас покажем это просто мы покажем на основе учебного курса как можно использовать модификаторы для отображения фамилий имя отчества и для отображения даты перейдем на наш бизнес процесс откроем шаблон и нам потребуется уведомление сотрудника мы сделаем короткий пример главное просто продемонстрировать сейчас в чем суть этих модификаторов и как они работают и просто в тексте уведомления мы их будем с вами использовать перейдем в раздел вычисления значений нашего учебного курса так нам потребуется предыдущая страница вставка значения и на ней как раз эти модификаторы и описаны вот и давайте используем как раз вот эти модификаторы которые здесь применяются например если использовать переменную документ created by то есть кем создана в системе если мы будем вернемся назад если мы будем использовать то это будет просто номер сотрудника ну точнее это ID сотрудника вот вставим не помещается просто в одну строчку хорошо так следующее это вот printable пример использования отсюда прям скопируем вставим наше сообщение это будет у нас сотрудник с номером вот и последний просто сотрудник это использование как раз вот friendly модификатора friendly все пока давайте на этом остановимся просто покажем как они работают и что они выводят в результате сохранить бизнес процесс тоже не забываем сохранить переходим в список добавляем элемент не помню какой по счету но это не важно сохраняем и у нас появилось сообщение давайте его откроем в отдельном окошечке и что мы видим значит мы использовали created by то есть мы вывели номер сотрудника вот в таком виде в который система его использует поэтому понятно что в таком виде как бы применять user26 ну навряд ли вы где-то будете в сообщениях в задачах там так далее потому что это абсолютно не информативно там задачу создал user26 ну и что это абсолютно вам ничего не скажет вот если вы используете printable то система вам выдаст имя сотрудника ну с указанием его идентификационного номера вот будет показан 26 вот да можно использовать конечно такой подход если вам почему-то потребовалось с номером выводить но на практике конечно гораздо более удобно использовать просто вывод фамилии имени сотрудника вот то есть использование модификатора friendly еще раз давайте вернемся к бизнес-процессу и покажем значит если просто использовать документ created by это выводит номер сотрудника если использовать created by но спринтабл то мы получим имя сотрудника с указанием его номера и последнее если мы будем использовать created by но с модификатором friendly мы получим самую удобную форму имя сотрудника без каких-то дополнительных там приложений это использование вот данных модификаторов модификаторы можно помимо имени использовать и с другими полями давайте посмотрим как можно с датой использовать скажем так дата создания документа дата создания документа и мы можем использовать те поля которые есть в нашем процессе дата создания документа это не что иное как дата создания элемента это служебное поле которое не отображается для заполнения но система его создает и заполняет вот мы используем эту дату а теперь еще рядышком аналогичным мы вставим эту же дату чтобы не копировать еще раз просто ее дата создания но используем теперь модификатор friendly мы его просто отсюда скопируем из более верхней строчки ну и посмотрим какие изменения у нас произошли сохраним так перейдем договор создадим очередной договор так и у нас отобразилась дата создания документа но она у нас отобразилась непосредственно еще и со временем вот время это не всегда удобно использовать зачем кому-то нужны там с указанием часов времени минут секунд когда был создан документ поэтому лучше указывать просто дату как можно это сделать зайдем в уведомление сотрудника так и вот здесь вот мы модификатор давайте другой используем на английском date printable да то есть я даже допомню что ты используешь всего два штуки модификатора через запятую то есть можно даже и так да спасибо за дополнение так сохраним вот а то просто уже много информации сегодня было ну я думаю после того как разберутся с выражениями вот с функциями я думаю что с модификаторами наши слушатели тоже справятся создадим очередной договор и вот что у нас есть значит откроем сообщение у нас изначально если вы просто использовали дату создания документа то она выводится с указанием даты текущего и того времени когда документ был создан вот для того чтобы выводить без времени мы использовали модификатор и вот у нас видите осталась только дата и время нам абсолютно теперь не мешает не вводит в заблуждение особенно если тип был data time то есть дата со временем хранится изначально а мы сделали преобразование просто к дальше то самое обрезав время которое может быть не актуально как пользователи просматривают информацию дата создания договора допустим время не особо полезно может только создавать информационный мусор в интерфейсах да конечно такая сокращенная форма она может быть гораздо удобнее чем со временем но я думаю что вот наши слушатели теперь будут такой возможностью пользоваться так Иван ну наверное тебе теперь переключим презентацию да давай задание расскажешь как справились наши сотрудники слушатели наши сотрудники наши слушатели конечно же я немножко зафиксировал интересных вопросов которые были по обоходу попробую на них дать быстро ответ у нас как раз полтора часа идет вебинар мы собственно будем уже завершаться был вопрос про разумность давать права кому-либо на изменения про то как вообще нужно ли кому-то видеть списки общие и так далее все здесь полностью зависит от бизнес-задачи да здесь не вопрос разумности наших примеров применительно к бизнесу наши примеры направлены на демонстрацию инструмента да естественно каждый из вас решает свою бизнес-задачу при реализации бизнес-процессов и вы сами определяете кому что нужно давать на чтение кому что на изменения и так далее был интересный вопрос про можно ли сделать скрытого пользователя который бизнес-процесс видит сам но никто его больше не видит мне кажется все-таки бизнес-процесс немножко другой инструмент он про четкость определенных шагов и действий кто за что отвечает и делает поэтому скорее тут наверное нет хотя у нас ведь в живой ленте есть интересная возможность добавить получателя какого-то группы допустим но которую на самом деле никто ее не видит не входит кроме вас тогда у них будет скрытый получатель ибанов петров и скрытый получатель такое конечно в принципе в портале есть но насколько я понимаю бизнес-процесс это все-таки неприменимо такс 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 когда форма вставки будет на файфоксе она вот пока что как я сказал бета ее официально не анонсировали поэтому там где работает работает и можно пользоваться где не работает к сожалению нет информации когда она будет доработана и будет официальный релиз и будет приставлен вообще я так понимаю есть планы по замену чтобы была именно такая форма вставки не та которая появляется сейчас по кнопочке вопрос про то что если несколько пользователей в группе прав находится как это отрабатывать ссылку на документ все могут исправляться если вы выдали права на изменение всего процесса целой группы пользователей в принципе настроили не внутри процесса а изначально то да все из группы могут изменять все элементы это нужно понимать вообще права на изменение должны быть действительно осмысленные исходя из задач часто если это элементы согласования то после изменения неожидаемые если это просто список каких-то элементов которые наоборот постоянно обновляются тогда проще дать себе права на изменение нежели управлять как-то доступом внутри как взять часть строки был вопрос мы сегодня не показывали но функция именно для этого посмотрите документации поэкспериментируйте с ними не один раз был задан вопрос если я его правильно понимаю можно ли изменять срок крайний срок через выражение если я правильно понимаю речь идет о задаче я сейчас буду попробовать отвечать если я неправильно понял вопрос вы можете пока его уточнить как работает бизнес-процесс у нас есть действие создать задачу и по время создания нам доступен целый ряд полей достаточно большой и вот в момент создания мы можем туда поставлять разные вещи вычислять мы продемонстрировали как например вычисляется текущая дата чтобы сегодня она стартовала задача и как поставить дедвант через энд дней но после того задача создана стоит бизнес-процесс уже ей не управляет насколько я понимаю у нас нет действия получить задачу что-то в неизвиниться и сохранить но к сожалению может быть такая возможность для разработчиков которые не программного кода смог бы реализовать такие вещи поэтому по умолчанию вам нужно продумывать сразу как именно задание должно быть создано потому что потом вы уже управлять и не сможете и вот как много насыпалось еще я к сожалению не успею сейчас их на ходу прочитать осмыслить может быть после вебинара попробуем что-то добавить в курс но пока с практикой до этого мы не добираемся хотя очень хочется много у вас вопросов прям полезных практически может быть мы доберемся сделать прям такой популярный вопрос и ответ или приложен к курсу обещать не буду но хотелось такое сделать будем двигаться к завершению давайте я подведу итоги мы показали вам возможности проступа проступа не простая тема но основные кейсы мне кажется это хороший материал чтобы реализовывать основные задачи показали вам возможности очень коротко на самом деле по вычислению их очень много вам учебный курс на который мы сегодня много ссылались ссылки есть презентации ссылки будут после курса обязательно этого рядом с видео мы выложим чтобы вы могли смотреть их более подробно я куратко анонсирую что мы планируем ближе к концу лета июль-август запустить еще один цикл из четырех бюнаров с более уже продвинутыми знаниями для тех кто все что мы показывали в первой части уже умеет делать или научился и хочет идти дальше посмотрим на более сложные реализации самое главное покажем бизнес-процессы со статусом в чем их отличия когда их удобнее использовать и как они реализуются и один урок покажем для разработчиков рассмотрим как реализовывать собственные действия и часто по тесте вебинара мы говорим что действия такого нет или действия так ограничены в принципе мы реализовали так что в BITX24 разработчик может создавать свои собственные действия через тест-аппинг и мы покажем вам такой пример напомню что было домашнее задание оно было связано с доработкой бизнес-процесса то что мы показывали в предыдущем уроке реализовать цикл завести все переменные константы в общем сделают такой классный универсальный уже бизнес-процесс согласования спасибо большое тем кто проделал эту работу прислал ответы опять же мы видим что значит кулс востребован раз вы проходите обучение и это очень хорошее закрепление знаний так действительно мы научимся отравно то что сдают работы и указывают что опыт небольшой один-два бизнес-процесса значит все получается и мы смогли показать как их реализовывать был интересный блок вопросов от одного участника в общем-то остальные в целом не давали протосвязь что все понятно и эти вопросы часто спрашивают я решил вынести разобрать отдельно был вопрос что если мы резервного пользователя указываем конкретного пользователя то опять же мы привязываемся к человеку который может быть уволен там что-то еще что-то еще Михаил сегодня отвечал я попробую еще раз мне кажется это прям очень такая важная тема каригольная чтобы вы поняли внутри бизнес-процесса мы работаем с теми объектами которые есть в системе и действиями если их нету мы не можем ничего большего как программировать спрограммировать можно все что угодно но мы вас учим как производить достаточно сложные задачи готовыми элементами и много возможностей поэтому у вас есть несколько путей всего у нас есть действия которые выбирают пользователя это действие можно выбирать руководителя с помощью иерархии главное что в портале изначально администратор сотрудники правильно были заведены тогда иерархия будет работать можно выбирать руководителя вышестоящего руководителя ну и так далее до самого века при этом если вы даете внимание то там же там же в этом же действии можно выбирать только начальника но и случайного пользователя да то есть вы можете сказать что а замещающий случайно из отдела или что-то еще не обязательно указывать конкретно мы говорили про константу да опять же можно сделать константу ее указывать как замещающий из константы а константу ставит администратор да бизнес процесса и уже код менять не нужно у нас есть возможность выбирать из групп пользователей можно делать группу добавлять туда соответствующих людей можно делать группу даже для одного пользователя ну и так далее и так далее с программированием можно поступать более сложно это тоже вытекает следующий вопрос как привязывать к должности у нас получается как таковой должность как сущность которую можно было вообще выбирать она отсутствует должность это текстовое поле куда можно написать в общем-то все что угодно и сотрудник может менять поэтому вообще наверное можно опираться на должность опять же с помощью программирования искать среди пользователей с такой-то должностью но вообще кажется не самый такой подход надежный потому что она может измениться должность опять переписывать здесь кажется константа которую можно вынести пользователя или группу пользователей что-то еще более системная вещь она легко управляется вне процесса вот и процесс вы уже к ней обращаетесь и рассчитываете что в ней точно есть правильный пользователь который там не уволен соответствует и все остальное и будет интересный вопрос и он представлен продемонстрирован на скриншоте по поводу одинаковых именований полей что если поля именовать скринный договор пересет договор а потом за его действие по запросу только информации и поля формы также они будут одинаковые подробнее только один совет именуйте их по-разному чтобы потом не путаться в системе для какое вам поле подходит больше собственно по итогу этого вебинара мы опять рекомендуем сделать задание на все те примеры которые мы вам сегодня показывали они на самом деле не такие сложные можно разобраться даже если вы раньше не делали вы не эти специалисты формулы там условия вам достаточно незнакомы в документации много примеров в курсе много примеров как сделать собственно я не буду зачитывать полностью мы предлагаем сделать по аналогии сроку задач ссылки вычисления и так далее так чтобы те кто делают заявки видели это только свое те кто управляет в процессе мы могли изменять когда им это необходимо и по итогу опять же оставался доступ всем на это чтение но только одному на изменение ответственному сотруднику задание полностью текст будет также размещен в материалах урока по кончанию нашего курса я надеюсь что сегодня подсоединяли и мы будем завтра уже до обеда до 10 июня пожалуйста сделать срок это отличная вещь чтобы все-таки не откладывать на потом а не может быть никогда и сделать получается у нас уже не будет лобинара на который мы будем результаты рассматривать это больше вам уже на самоконтроле самообучение я в любом случае 10 числа зайду и посмотрю мне будут очень интересные результаты на ваши отзывы получилось не получилось что было непонятно это позволит нам поднимать мы правильно доносим материал и что-то стоит может поменять в подаче информации после лобинара будет все материалы доступны рассылку мы обязательно сделаем кто вдруг не получает то с той самой страницы по которой вы записывались на лобинар вашего лобинара также есть ссылки на материалы на запись в общем кажется мы максимально мистер анонсируем в нашем канале на ютюбе один из битых с ченнел также выложены записи лобинаров с ссылками на уроки на материалы в общем все есть мне кажется об этом момент можете найти если вдруг рассылка по какой-то причине к вам не пришла но мы все рассылаем и от кого не утаим собственно у меня все Михаил может быть добавишь что-то покомментируешь? да нет вопросов очень много конечно же практически можно сказать на 90% вопросов когда спрашивают а можно ли это сделать можно это можно так ответить просто нет прям какого-то простого решения а спрашивают а как там за какое-то время делать уведомления и так далее если подумать то всегда вы можете найти решение вы будете определять крайнюю точку да крайнюю дату от нее вы должны некоторое время там дней или количество часов отсчитать то есть отминусовать вот соответственно сделать проверку на текущую дату и так далее то есть все это реализуется но это нельзя показать вот сейчас на одном двух действиях как это можно все сделать поэтому просто на основе вот наших вебинаров я думаю еще вы вторую часть также пройдете обучение во второй части сможете делать и более сложные вещи которые потом использовать в своей работе вот поэтому большинство вопросов конечно же имеет положительный ответ вот только ну показать в рамках нашего вебинара это все сейчас крайне невозможно вот поэтому активно работайте вот применяйте полученные знания и я думаю вы сможете справиться со своими задачами вообще у нас была цель конечно познакомить любого желающего который раньше никогда не делал с основными инструментами то есть мы мало смотрели частности и больше смотрели на вообще основные инструменты как эти частности решать и ну во первых нужна конечно практика да теория это хорошо пример хорошо но только решение задач реальных вот помощью тех инструментов которые мы вам дали позволит стать здесь не знаю могут быть по основным разработчикам разработчикам стекла и стекле ну и научиться хорошо автоматизировать свои задачи в целом как мне кажется все основные инструменты мы уже посмотрели и опять же большинство процессов в компаниях и небольших достаточно легко автоматизируются рутинных и для этого у вас уже есть инструменты поэтому во первых если есть возможность и вы можете дать обратную связь особенно те кто ранее не делал напишите получилось ли узнать познакомиться как вы считаете сами освоили ли вы материал вы можете прокомментировать сейчас и я попрошу вас заполнить анкетку я постараюсь сделать ее короткую на него ваше количество вопросов и сделаю отдельную рассылку наверное на днях попросить дать обратную связь что понравилось что не понравилось что поняли что стоило раскрыть еще мы будем очень полгогатаны чтобы понимать наш результат насколько мы смогли помочь и как нам развивать наши обучающие материалы и академию в целом спасибо большое мы будем с вами прощаться спасибо большое за отзывы вижу благодарности очень приятно это видеть спасибо всем участникам нас сегодня было больше 150 человек это немало которые выбежали все обучение и дошли до конца первой части это круто и очень приятно спасибо вам большое до свидания всего доброго счастливо мутен 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 до сих пор до сих пор и до сих пор до сих пор Продолжение следует...